приветствую вас дорогие друзья на моем канале и как вы могли догадаться по названию видео в этом видео я буду делать самодельный блок питания лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению и ограничением потоку на экране вы сейчас можете видеть блок схему будущего блока питания изготовление данного блока питания я буду использовать вот такой импульсный блок питания с напряжением 24 вольта на выходе и силой тока до 6 ампер такой преобразователь напряжения это один из самых мощных преобразователей напряжения которые имеются на алиэкспресс теоретически он может выдавать до 12 ампер но в данном блок питания будет сила тока ограничиваться импульсным блоком питания также я буду использовать два многооборотных переменных резистора вот такие клеммы выходные вольт амперметра выключатель для выключения блока питания и вот такая вилка си 8 на которую которая будет использоваться для подачи напряжения корпус для данного блока питания я решилась готовить на 3d принтере поскольку у меня имеется 3d принтер сейчас на экране вы можете видеть детали корпуса разработанные в программе компас 3d корпус состоит из двух деталей самого основного корпуса и верхней крышки сейчас я распечатаю детали корпуса после чего продолжу видео я распечатал корпус вот так он выглядит здесь имеются все необходимое отверстие также я распечатал ручки рукоятки которые буду устанавливать на переменные резисторы в корпусе имеются необходимые стоечки для закрепления плат а также необходимое отверстие для установки всех элементов например сейчас я установил вольт амперметр сюда будет устанавливаться выключатель а сейчас я перейду к сборке электрической части этого блока питания я установил в корпус входной разъем питания и выключатель питания подпаял этот разъем через выключатель и теперь можно будет установить блок питания импульсный блок питания в корпус подключив провода через этот входной разъем теперь я подключу выходные разъемы и вольт амперметр вольт амперметр я подключу в соответствии со схемой которую вы сейчас видите на экране я подключил выходные клеммы и вольт амперметр эти провода будут подключаться к выходу преобразователя напряжения и с них будет сниматься напряжение которое будет подаваться на вольт амперметр и на клеммы можете посмотреть куда идут какой цветовой раскраски провода может быть вам поможет это при изготовлении собственного блока питания я заменил подстроечные резистора на преобразователи на многооборотные переменные резисторы припаял их к плате преобразователя также я выпаял сигнальный диод и впаял за место него удлиняющие провода пока сам диод я не припаивал потому что сходу не могу угадать полярность и также к преобразователю я припаял разъем для питания вольт амперметра вольт амперметр отдельно запитывается напряжением от 4,5 до 30 вольт на выходе преобразователя идет напряжение 24 вольта и в принципе это будет нормальное напряжение для питания теперь можно в принципе установить резисторы на свои места в корпусе подстроечные резисторы установлены на свои места также я зажал в выходном разъеме преобразователя напряжения провода которые идут к клемму и вольт амперметру и осталось только подключить провода с выхода блока питания импульсного блока питания к входным разъемам преобразователя соблюдаем полярность и можно зажимать в принципе основная электрическая схема блока питания собрана осталось только установить платы и затянуть их саморезами провода с 220 вольтами зажимаю в разъеме импульсного блока питания в принципе блок полностью собран установлен сигнальный диод осталось только поставить ручки ручки я распечатал также на 3d принтере хотя в принципе можно было какие-то приспособить другие так вот выглядит передняя панель с ручками осталось установить верхнюю крышку для крепления верхней крышки у меня имеются имеются приспособления чтобы ее закрутить на саморезы но на боковинах корпуса я не делал отверстия что-то я решил как бы их не прорезать чтобы не портить эстетический вид корпуса я наверное просто приклею верхнюю крышку но не жестко каким-нибудь таким клеем который в принципе потом их при желании можно будет оторвать блок питания полностью собран можете посмотреть его со всех сторон как он выглядит скручивать на саморезы корпус я не стал прихватил в двух местах немножечко клеем да и в принципе крышка и так неплохо держится ну давайте перейдем к его испытания блок питания включается этим выключателем блок питания имеет следующие пределы регулировок от 1,23 вольта до резистора многоборотную чтобы достичь максимального значения приходится делать несколько поворотов до 23,9 вольта ну а давайте теперь попробуем его испытать под нагрузкой устанавливаем на минимальное напряжение у меня есть две вот такие лампы 12 вольт 50 ватт путем несложных вычислений мы можем прийти к выводу что при максимальном напряжении эти лампы будут потреблять чуть более 4 ампер лампы подключены и давайте буду увеличивать напряжение лампы начинают светиться лампы начинают светиться напряжение максимальное 23,04 вольта давайте немножечко увеличим ток 4,1 ампера я уже немножечко погонял блок питания и могу сказать что в течение получаса работы никакие детали в блоке питания критически не нагревались они чуть цюхленькие также блок питания имеет ограничение потока вот сейчас я вращаю второй резистор переменный и вот сработало ограничение по току и загорелась лампочка сигнальная возможно вам не видно потому что она не очень ярко светится убираю ограничение по току и опять максимальное значение тока и напряжения в общем такой получился блок питания ссылки на все комплектующие из которых сделан блок питания я оставлю в описании под своим видео также в описании под видео я оставлю архив с деталями корпуса для печати его на 3d принтере все кому понравился мой блок питания ставьте лайки кто хочет что-то дополнить или сделать комментарии пишите комментарии всем пока с вами был константин